Японский спорткар из 90-х. Хонда Аккорд шестого поколения. Видео по заказу моего друга. Аккорд шестого поколения, увидевший свет в 1997 году, стал седаном среднего класса, иллюстрирующим общую на тот момент для японского рынка. Тенденцию к минимизации размеров автомобилей, что впрочем не слишком значительно отразилось на размерах салона. По-прежнему для разных рынков предлагались свои модификации модели, имевшие отличия во внешнем облике, к примеру форма передней и задней части, а также интерьер. Кроме того, в данном поколении существуют две строго фирменные модификации спортседана. Европейский Аккорд Type R и версия Евро R, предназначенная для внутреннего японского рынка. Данную версию отличают алюминиевые 16-дюймовые колеса специального дизайна, внешний вид и внутреннее оснащение, полностью соответствующие неординарным характеристикам модели. Индивидуальный пластиковый обвес подчеркивает особый статус автомобиля, а в оформление интерьера прекрасно вписываются ковши от рекора и кожаный руль Момо. В начале выпуска шестого поколения, самой мощной и дорогой модификацией, как и в прежнем поколении, являлась комплектация CR в случае с механической трансмиссией CRT, на которой устанавливался двухлитровый двигатель, мощностью 180 или 200 лошадиных сил. Затем, в июне 2000 года, на пьедестале почета, ее сменила еще более совершенная в спортивном плане модификация, Евро R с 220-сильным двигателем. Что же касается списка опций, доступных в основных комплектациях, Honda Accord, то он включает в себя ксеноновые фары, передние противотуманные фары, полный электропакет, люк с электроприводом, спойлер, задний дворник, отделка салона под дерево, руль с кожаной оплеткой, кожаные сидения, CD-плеер и многое другое. Являясь седаном среднего класса, Honda Accord оснащается двигателями объемом от 1,8 и до 2,2 литра. Для самой недорогой комплектации VT-E, а также для версии VTS начального уровня, предназначен рядный четырехцилиндровый двигатель F18B, это 16-клапанный. СА-ХС или VTEC, развивающий достаточно приличную для своего объема мощность 140 л.с. и отличающийся скромным расходом топлива. Но все же в плане запаса мощности, более интересен вариант Accord с двухлитровым мотором, который при той же конструкции имеет 150 сил. И соответственно более приличный крутящий момент 186 Нм против 169. Для версий C-R и C-RT, различия между ними в трансмиссии, автомат типа ESMATIC или 5-ступенчатая механика, предназначена модификация F20B уже с системой DA-HC VTEC, позволяющая мотору развивать мощность в 180 или 200 сил соответственно. Замыкающим в линейке двигателей и самым совершенным в техническом плане является 2,2 литровый двигатель H22A для Accord EUR-R. Способный развивать мощность в 220 л.с. и комплектующийся 5-ступенчатой механической трансмиссией нового поколения. По сравнению с предыдущим поколением, существенной доработке подверглась конструкция шасси, что обеспечило Honda Accord, близкую к идеальной управляемость и высокий комфорт. Усилена система тормозов, доработано рулевое управление, а именно используется электроусилитель руля с переменным передаточным числом, а благодаря уменьшившейся базе, минимальный радиус поворота составляет 5,4 метра. Несколько уменьшился дорожный просвет, 155 мм, против 160 мм у предыдущей генерации, что, впрочем, не столь существенно. Зато серьезным положительным отличием от предыдущих поколений можно считать появление полноприводных версий Accord в комплектациях серии VTS, оснащенных автоматической коробкой передач. В плане безопасности, Accord шестого поколения существенно продвинулся вперед. Список опций расширился за счет вспомогательной системы торможения BES и антипробуксовочной системы TCS, которые штатно входили в некоторые комплектации, так же как кузов повышенной прочности. Прочее стандартное уже для всех моделей оборудование включает в себя подушки водителя и переднего пассажира, усовершенствованные ремни безопасности, систему ABS. Данное поколение неоднократно испытывалось в краш-тестах по разным стандартам, демонстрируя хороший уровень защиты находящихся в салоне людей. Седан Honda Accord шестого поколения продолжил традицию спортивной направленности, которая реализована отнюдь не в ущерб практичности и комфортности автомобиля. Не случайно данное поколение, несмотря на то, что давно снято с производства, остается одним из самых популярных, востребованных и широко представленных на рынке и предлагает покупателю значительные возможности для выбора. Несмотря на серьезную градацию цен, в зависимости от технического состояния автомобилей. Если тебе понравилось видео, напиши мне в комментариях, как тебе шестой аккорд и о каком автомобиле мне тебе рассказать в следующий раз.